Доход на капитал Ку – объем выпуска. Дубль В – средняя заработная плата. Л – рабочая сила. К – основной капитал компании. Р – цена единицы капитала. Фирма может выбирать любые значения – капитала, труда, объема и цены – так, чтобы выполнялось неравенство. П на Ку минус WL деленное на К меньше или равняется F. Сотнесем это ограничение с прибылью монополиста, которая находится как разность суммарной выручки и суммарных издержек. Прибыль П равняется П на Ку минус WL минус RK равняется в скобках П на Ку минус WL деленное на К минус R. Вся скобка умножается на объем капитала. Таким образом, ограничение нормы отдачи на капитал эквивалентно ограничению прибыли некоторым положительным значением. Прибыль не должна превышать F минус R умноженное на К. Заметим, что прибыль в этой ситуации все-таки может быть больше нуля, а значит, не происходит выхода монополиста не только на первое, но и на второе наилучшее решение. Впрочем, это не единственный недостаток метода. Хуже то, что в данном механизме выручка компании привязана к ее издержкам, а это ведет к отсутствию стимулов к снижению последних через совершенствование технологии и методов управления. Более того, механизм ориентирован на капитальную составляющую. Фирме выгодно завышать соотношение K деленное на L и производить продукцию с большим объемом капитала и меньшим объемом труда, а значит, инвестировать в избыточные мощности. Есть и другие проблемы, в том числе связанные с информационной асимметрией. Выявление регулирующими органами истинных издержек и доходов фирмы – очень непростая задача, и здесь тоже следует ожидать злоупотреблений. Некоторые отрицательные моменты могут быть сглажены длиной регуляционного лага, что чем больше расстояние между периодами пересмотра ограничений, тем больше стимулов у монополии к снижению издержек. Здесь появляются черты схемы ценовых лимитов или скользящей шкалы. Одновременно с указанными недостатками нужно отметить и положительные черты данного вида регулирования. Во-первых, он позволяет избежать риска банкротства монополии, обеспечивая стабильность положения отрасли вне контекста внешних шоков. Во-вторых, он гарантирует получение отдачи от сделанных инвестиций, что особенно важно для отраслей с высоким уровнем постоянных издержек, где недостаточность инвестиций ощущается достаточно остро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok